Миром и любовью нашего Господа, Отца, Сына и Святого Духа, я приветствую вас, братья и сестры. Я приветствую всех, кто пришел сегодня услышать то, что хочет сказать сегодня вам Господь. Господь, сегодня ваш пастор Валерий Николаевич попросил обратиться к вам, и я хотел бы поделиться с вами вестью о Святом Духе. То, что последнее время занимает мои размышления, а точнее о том, как сильно мы нуждаемся в Нем. Мы часто недооцениваем роль Святого Духа. Мы можем знать богословские утверждения о Нем, но не понимаем глубину взаимоотношений с Ним. Поэтому теряем много времени в бесполезности нашей христианской жизни. В лучшем случае мы очень медленно развиваемся. Вот об этом я сегодня хотел с вами поговорить. Насколько мы нуждаемся в Святом Духе, насколько мы зависимы от Него. Вначале, конечно, нужно, чтобы ответить на вопрос, в чем нуждаемся, почему мы нуждаемся в Нем. Нужно понять взаимосвязь между Иисусом Христом, нашим Спасителем, и Святым Духом. Потому что Иисус Христос очень тесно связан со Святым Духом, с этой Третьей Личностью Божества. Об этом даже говорил я проповедь не так давно. Вкратце лишь хотел сказать, что Иисус Христос добровольно связал себя со Святым Духом. От самого рождения, и мы сегодня на уроке в субботней школе говорили, что Дух Святой участвовал при воплощении Иисуса Христа до самых последних дней жизни. И Дух Святой был в самом Иисусе Христе. Дух водил Христа через Духа Божьего. Бог говорил Иисусу Христу, что делать. Духом были совершаемы многие чудеса великие. Все, что делал Иисус Христос, неразрывно связано с действиями Святого Духа. И без Духа Святого Иисус Христос не делал ничего. Что потом? Потом Иисус вознесся к Отцу, и мы знаем, что это на время. А Дух Святой? Он остался с нами. Согласно свидетельству самого Иисуса Христа, об этом мы читаем в Иоанна, 16 глава, 7 тексте. Давайте откроем и вспомним этот текст. Я буду читать современный перевод. «Но поверьте, для вас же лучшее, что я ухожу. Если я не уйду, не придет утешитель к вам, а если уйду, то пошлю его к вам». Из всего этого краткого обзора следует очень важный вывод. И это нужно помнить. Святой Дух является преемником Иисуса Христа и таким же утешителем, как сам был Иисус Христос. Братья и сестры, помните важность этого свидетельства. Об этом нужно много размышлять, когда вы находитесь в тишине, когда вы находитесь в уединении. Дух Святой является лучшим, можно сказать, совершенным преемником Иисуса Христа. Мы не оставлены сиротами. И Иисус, который ходил на этой земле 2000 лет назад, Духом Святым пребывает и с нами сегодня, сейчас, в каждом вашем сердце. И Он будет пребывать до скончания века. Как сказано, «Се я с вами до скончания века». Откроем 14 главу. Немного раньше слова Иисуса Христа. 14 глава, 16 текст. Как Он называет и почему Он так называет? 14 глава, 16 текст. «Я Отца попрошу, и даст Он вам вместо Меня другого Утешителя, который навеки останется с вами. Духа истины даст, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает. А вы знаете Его, потому что Он с вами пребывает и вас будет». Интересно, с восчетания использует Иисус Христос другой Утешитель. Некоторые исследователи говорят, что в этих словах Иисус Христос специально подчеркивает слово «другой Утешитель», связывая как бы себя, указывая на то, что Дух Святой Иисус находится в полной гармонии и единстве. То есть, Утешитель Иисус Христос и Утешитель Святой Дух. И они очень тесно связаны. Никто другой не мог бы так полно и ясно представить Спасителя. Вот почему сегодня актуальны слова, которые однажды сказал Иисус. «Я из них путь и истина и жизнь». Хотя мы Его не видим, Иисуса Христа. Мы не можем приехать в Палестину и пойти этому путем. Но Дух Божий представляет Его. И путь к Отцу так же ясен, как если бы сам Иисус находился на нашей земле сегодня. И я даже более скажу, что гораздо лучше, потому что Дух не ограничен пространством и временем. Он везде сущ. И Иисус Христос, находясь в человеческом облике, естестве ограничен был этим. Итак, первое, что нужно помнить или запомнить, отвечая на вопрос, насколько мы нуждаемся в Духе Святом, нужно знать, что и Дух Святой является совершенным преемником нашего Господа. И Он находится рядом с нами. Теперь я хотел бы другую сторону показать, практическую сторону вопроса. и задам вам следующий вопрос. Почему мы нуждаемся в Святом Духе? Почему мы нуждаемся в Святом Духе? Спаситель, когда готовился покинуть нашу землю, разговаривал с учениками, и Он тогда сказал, что Дух Святой является особенным даром, потому что Он может не только быть рядом с нами, но Он будет действовать, Он будет обитать внутри каждого из нас. И мы об этом прочитали только что, да? что вы знаете, потому что Он с вами пребывает и в вас будет. Это обещание, которое Господь оставил ученикам, оно и к нам обращено, для вас и для меня. Что же делает такого особенного Святой Дух, что мы так нуждаемся в Нем? Первое, что хотелось отметить, это то, что Дух Святой показывает необходимость изменения в нашей жизни. Он показывает, что совершаемая наша деятельность жизненная, наши устоявшиеся взгляды нужно изменить через обстоятельства, через трудности, через людей, через природу и, конечно, через совесть и наши мысли. Дух Святой подталкивает нас к изменениям. Это одно из самых первых действий, которые Дух Святой производит в нас. И в этом мы очень нуждаемся. Ежедневное изучение жизни и характера Иисуса Христа через Слово Божие и молитву усиливает наше желание ощутить еще большее присутствие Святого Духа в нашей жизни. Именно через Него наше желание и решение, вся наша повседневная жизнь становится все больше похожа на жизнь Христа. И здесь я хотел бы заметить разницу. Смотрите, не наше учение, изучение, не наши молитвы, и я даже более скажу, не наши добрые дела меняют нас. Но Дух нас делает другими. наше изучение, наше старание, наши дела, наши молитвы, они лишь только усиливают желание быть рядом с Духом и Христом, но меняет только Дух Святой наше сердце и наш разум, наше естество. это побуждает человека решить раз и навсегда оставить грех и прежний образ жизни. И в этот как раз момент, когда мы принимаем такие решения, быть рядом с Ним, вот именно в этот момент Дух неизвестно как для нас, но меняет человека. И бывает даже очень кардинально. Вспомните пример Павла. И не тот момент, когда Господь к нему обратился и ослепил его, но тот момент, когда он пришел к Анании и несколько дней провел в этих размышлениях. Насколько Павел поменялся? Кто он был? Человек, который был уверен, что Иисус Христос является богохульником и лжецом, обманщиком в какие-то несколько дней превратился в верного слугу Божьего. Удивительный пример изменения. И это заслуга Духа Святого. Дух Святой разъяснял. Он давал мысли Павлу. Но помните, что в сердце, где присутствует грех, я имею в виду сознательный, повторяющийся, грех, который мы не оставляем сознательно. Вот в таком сердце мало места Святому Духу. Мало места и настоящей любви. Потому что любовь это есть Бог. Мы как читаем в первом послании Иоанна. Если пребываете в любви, пребываете и во мне. Это очень важно понимать. Каждый, кто хочет быть рядом с Иисусом Христом, а значит Святым Духом, должен четко для себя решить, что ничего общего с грехом он не будет иметь. Итак, Иисусу было необходимо покинуть эту землю для того, чтобы сила могла действовать, его сила могла действовать через Духа в каждом его последователе. это сила, которая изменяет нас. Поэтому второе, в чем мы нуждаемся, почему мы так нуждаемся, это то, что Дух Святой изменяет наше сердце. И поскольку сейчас Дух Христос находится к нам даже ближе, чем когда Он был на земле, мы понимаем, что дар Святого Духа необходим нам гораздо в большей степени. Глубина любви Христовой каждому из нас становится более понятной и ощущаемой только благодаря Святому Духу. Тоже интересная мысль. Глубина Христовой любви становится понятной только благодаря дару Святого Духа. Дух Святой вводит и мы податливы Ему. Что же делать нам? Вот мы описали вторую составляющую взаимосвязи с Духом Святым. Это то, что Дух Святой меняет. Но какое же наше действие должно быть? Все ли только делает Дух Святой, а мы ничего не делаем? Как я говорил ранее, нам нужно желать быть рядом с Ним. Но вы сейчас можете сказать, только лишь желать? А я вам скажу, что желать это не просто говорить словами или просто когда-то в молитве почувствовать желание быть рядом с Ним. Я хотел бы привести пример. Вспомните, как вы в детстве желали какую-нибудь игрушку, чтобы родители вам купили или подарили. Вспомните, что вы для этого делали, как вы родителей хотели порадовать, что-то им тоже приятное сделать, чтобы добиться своей цели. Вспомните вы свою молодость, когда вы хотели еще чуточку побыть рядом с полюбившимся вам человеком, девушкой или парнем. Вы все готовы были сделать, чтобы понравиться. Вы учились, вы одевались красиво, вы что-то делали постоянно, вы так желали рядом быть с этим человеком. Вспомните зрелый возраст, когда вы так желали рождение ребенка. Что вы делали для этого? Вы просто желали и сидели на месте? Нет, вы заботились, вы обустраивали. Вспомните пожилой возраст, как вы желали достичь того периода, когда уже не надо работать, можно отдыхать. Вспомните все эти периоды и действия, которые вы понимают, вы так хотели, вы многое что делали. Так же и здесь. Желание быть рядом с Господом, это значит идти вперед, это значит делать все зависящее, чтобы сохранить и умножить это желание. Как это на практике происходит? Как на практике умножить это желание? И здесь очень помогает нам урок субботней школы, который именно в эту субботу мы изучали. Нужно быть увлеченным, увлеченным миссией. Заметьте, нужно быть увлеченным не собой, не удовлетворением своих каких-то желаний, а нужно быть увлеченным миссией, что это за миссия. В Ефесянам 5 главе 1 стихе мы читаем «Подражайте Богу, как чадо возлюбленные». И дальше «Живите любви». Какой у нас пример для подражания? Мы читаем в Луке, сегодня открывали эти тексты Луки 4 глава 16 и 20 стихи. Тот знаменит отрывок, когда Иисус открыл отрывок Исаии 61 главы. Давайте еще раз мы прочитаем. И пришел Иисус в город, где рос, в Назарет. И в субботний день по своему обыкновению пошел в синагогу, там он встал, чтобы слух читать из Писания. Ему подали книгу пророка Исаии, развернув свиток, он нашел место, где было написано «Дух Господа на мне». Он помазал меня, послал меня возгласить благую весть нищим, возвестить пленникам освобождение, слепым прозрение, отпустить на свободу угнетенных и возвестить, что наступило время милости Господней. Современный перевод. Вот миссия Иисуса Христа, мы об этом в субботней школе говорили. Это и наша миссия, это наше практическое желание быть рядом с Господом, так оно выражается. Давайте вкратце рассмотрим эти шесть действий, которые Иисус Христос. Может, я повторюсь, вы уже разбирали, давайте вместе еще раз посмотрим. Благовестовать нищим, кто такие нищие. Нищие, в первую очередь, конечно, духовные. Что значит быть духовным нищим? Что значит говорить нищему человеку? говорить о надежде тому, кто испытывает острую нужду в поддержке, кто нуждается в чем-то другом, в новом, отличном от того, что может предложить этот мир. Вы встречали таких людей? Я думаю, что если вы зададитесь этой целью, вы найдете множество таких людей. Люди, которые устали от правил этого мира и хотят что-то другое. Господь предлагает другой мир. И, конечно, Он говорит это, невзирая на лица. Второе. Послал Меня исцелять с украшенным сердцем. Другими словами, окружить заботой, личным участием всех тех, кто уже разочаровался и перестал надеяться. Окружить заботой и личным участием. Можем мы это делать? Можем. Проповедовать пленным освобождение, пленники своих собственных греховных желаний и привычек, пленники, которые не могут вырваться из круга своих собственных ошибок и влияния темных сил. Вот этим людям пришел тогда наш Господь Иисус Христос рассказать о свободе, которое может быть даровано всем, кто находится рядом с Ним. Можем и мы это сделать. Можем мы указать тот путь, который освобождает многих пленных. Слепым прозрением. Пожалуй, наверное, самая сложная категория людей. Как вернуть зрение зрячему? Вы задавали себе такой вопрос? Зрячему, конечно, в кавычках, потому что только в собственных глазах человек видит себя зрячим, но со стороны же видно, что человек слеп духовно и не видит своего истинного положения. Вот для таких пришел Господь, чтобы показать истинное духовное состояние. Дух подсказывает, как это сделать. Пятое. Отпустить измученных на свободу. Это созвучно с третьим действием. Исцелять сокрушенных, проповедовать пленным освобождением. Только здесь Христос вносит еще свобода. Он не только показывает, что свобода от греха рядом с Господом, но и помогает освободиться, делает все зависящее, чтобы человек получил свободу от греха. Он показывает путь. Он подсказывает конкретные действия, которые помогут освободиться от зависимости. Это может быть обман, это может быть обида и злоба ко всему, жестокость в семье или высокомерие на работе. Это может быть желание получать постоянно удовольствие в развлечениях. И этот список можно продолжать и продолжать. От всего этого Господь готов через Дух освободить. И не только через Духа, но и через нас. Потому что многие нуждаются в этом. Проповедовать лето Господне благоприятное. Проповедовать о том времени, когда Бог завершит свою работу по спасению людей. Проповедовать о приближении Царства Небесного и о том, что времени выбирать остается уже не так много. Это шестое действие. Напоминать, что времени остается не так много. сколько дано человеку жизни? 70, 80, при особой крепкости 90 лет. И все. Что можно успеть? Вы знаете, иногда можно ничего не успеть за это время. Хотя кажется, мы вычеркиваем молодость, потому что там несознательность, и того получается еще меньше у нас. Мы отчасти иногда вычеркиваем и старость, потому что в старости приходит много болезней отчасти и уже очень мало трезвости принятия решений. Остается еще меньше времени. Поэтому Иисус Христос говорит, и Он призывает нас к этому, проповедуйте лето Господне благоприятное, как я это делал, потому что времени выбирать остается не так уж много. Перечисляя все эти категории людей, разве мы сейчас, мы задаем себе вопрос такой, и вам, разве сейчас нет таких людей? Разве что-то в человечестве изменилось? Нет. Люди также нуждаются. И мы должны откликнуться на призыв Иисуса Христа следовать за Ним. очень важно помнить, что если вы хотите находиться рядом со Христом в духе истине, вы не можете пропустить эти действия. Вы не можете просто сидеть в сторонке и наблюдать, как кто-то другой это делает, как Дух Святой через кого-то делает. Вы не можете остаться в стороне. Итак, почему мы призваны к полной зависимости от Святого Духа? Потому что с Его помощью Иисус Христос может помогать каждому из нас и через нас другим. Эта помощь происходит одновременно во многих местах. три личности Божества Отец, Сын и Дух Святой находятся в полном согласии в этом деле, в деле прощения наших грехов и в деле восстановления образа Божьего в каждом из нас. Еще раз напомню, что Дух Святой помазал Иисуса для выполнения Его миссии. Он ждет и нас, когда мы позволим помазать себя для выполнения все той же миссии, которую совершал Иисус Христос. Ибо много еще нищих, сокрушенных сердцах, пленных и измученных. Итак, давайте подведем итоги. Чтобы понять и проникнуться глубиной взаимоотношений, ощутить вот эту нужду Святом Духе, мы должны понимать связь между Духом Святым и Иисусом Христом, что Иисус Христос находится рядом с нами. Мы должны помнить о том, что почему нужен Дух Святой? Он изменяет нас. И мы должны откликнуться желанием быть рядом с Ним. А это желание подталкивает нас к совершению определенной миссии, которая оставлена для нас. И когда многие поймут из нас, когда многие пойдут этим путем, то я верю, что придет наш Спаситель и не замедлит. Ничего, миссия будет выполнена и ничего не сможет сдержать его приход. Придет наш Господь, которого мы так ждем. В конце духовного размышления я хотел бы прочитать отрывок, который к которому я в последнее время часто возвращаюсь и перечитываю. Этот отрывок подтверждает многие мысли, которые были в нашем сегодняшнем размышлении, вести. это послание к римлянам, 8 глава. Я прочитаю 17 стихов и прошу внимательно, прочитаю в новом современном приводе, потому что мне кажется, здесь он более ясно, по крайней мере, для меня открыт. так что нет никакого теперь осуждения тем, которые живут во Христе Иисусе, не по плоти живут, но по духу. Закон духа, дарующий жизнь во Христе Иисусе, освободил тебя от закона греха и смерти. Что бессильным был сделать закон по вине нашей плоти, то Бог совершил по причине греха, а что Он совершил? Он Сына послал Своего в подобии плоти греховной. Так грех осудил в человеке, дабы все верное и справедливое, что составляет закон, исполнилось нас, живущих по духу, а не по влечению плоти. Кто по влечению плоти живет, тот о плотском помышляет, а кто по влечению духа, о духовном тот устремлен. Помышления плотские к смерти, устремления духовные к жизни и к миру. Плотский ум Богу враждебен, он закону не покоряется Божьему, да и не может. Так что люди, живущие у плоти в подчинении, угодить Богу не могут. Но вы не под властью плоти живете, а в покорности духу, если в самом деле живет вас дух Божий. А кто духом Христово лишен, тот не его. Если же в вас живет Христос, то хотя по причине греха ваше тело и смертно, вы духом Божиим в праведность облеченные живы. И поскольку живет вас дух того, кто из мертвых воскресил Христа, воскресивший из мертвого Христа оживит и ваши телосмертные пребывающим вас духом своим. И выходит мы все должники, братья мои, но не плоти, чтобы ей подчиняться. Вам известно, живущие, как того плоть пожелает, обреченный на смерть. Вы же умиршляете духом греховные дела тела, и поэтому будете жить. Все, кто движим Божьим духом, все они Бога сыны. Ибо дух сей, которого вы обрели, это вовсе не рабство дух. Не к страху вернулись вы, а приняли усыновление дух, которым каждый из вас взывает, Абва Отец Мой. Сам этот дух в согласии с собственным вашим духом говорит вам, что мы дети Божьи. А если мы дети Его, то наследники, наследники Бога, стало быть, сонаследники Христа, конечно, если с Ним страдаем, чтобы нам разделить и славу Его. Комментарии даже излишни. все, что нужно здесь сказано. Я очень надеюсь, что мои слова были сегодня не моими словами, но обращение Христа к каждому из вас. Обращение, которое Он уже однажды сказал и произнес. «Идите за мною, приидите, благословенные Отца Моего, и наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира». Аминь. Аминь. Приглашаю вас к молитве. Наш Господь, наш Бог и наш Отец, Творец неба и земли, податель всех благ, ты наделил нас возможностью иметь дар Святого Духа. Мы часто не осознаем, насколько это важно для нас, насколько это необходимо в нашей жизни. Прости нас за это, что не пользуемся, что забываем, что в суете нашей жизни пропускаем тот тихий голос, который много раз вызывает нас к нам. Помоги же от сегодняшнего дня в полной мере открыть свою жизнь для действия Святого Духа в нашей жизни. Помоги же желать больше всего что есть на этой земле желать быть рядом, чтобы наше желание было действенным, чтобы оно вытекало в действие в действие миссии, которую ты также поручил и показал, что нам делать. Помоги увидеть многих нуждающихся людей, нуждающих в твоей любви, в нашей любви к ним. Научи нас этому. Помоги рядом быть всегда, постоянно. И мы верим, что когда мы исполним все написанное, когда каждый человек на этой земле может сделать выбор, то ты, наш Господь, Творец, придешь на нашу землю, вернешься, и ничто уже не задержит тебя. Да будет так очень. Да придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Во имя Иисуса Христа, через которого мы имеем дерзновение обратиться к тебе. Наша молитва. Аминь.